Я уверена, что у каждого из вас получилось сделать свою первую анимацию. Я всех поздравляю! И сейчас во второй части нашего урока мы немножко закрепим полученные практические знания теоретическим образом. Мы рассмотрим определение анимации. И начнем с того, что на самом деле есть такие важные понятия в создании игр, как сценарий, алгоритм и анимация. Анимация – это основа любой игры. Но для того, чтобы сделать игру, необходимо сначала придумать ее сценарий или алгоритм и создать потом по этому сценарию анимацию. Наверное, многие догадались, что анимация – это мультфильм. И тот, кто осмелился поэкспериментировать с командами Scratch, сделал, наверное, очень интересный мультфильм, на основе которого потом можно создать свою компьютерную игру. Если это пока не получилось, не огорчайся, все получится дальше, я постараюсь помочь. Как же все-таки определяют анимацию ученые? Я обратилась к всемирной энциклопедии под названием «Википедия», в которой есть самые разные определения. И первое, самое короткое – это западное название мультипликации. И здесь сказано, что слово «анимация» произошло от французского «animation», что значит «оживление», «одушевление». Правда, это не совсем так, и сейчас мы об этом узнаем, но слово «анимация» пишется по-французски и по-английски одинаково. Если читать это слово по-английски, то мы получим что-то вроде «animation». Есть еще одно определение, в котором говорится, что анимация – это процесс придания способности двигаться и или видимости жизни объектам в выдуманных мирах художественных произведений и играх. То есть самое главное, что мы можем придать способность двигаться и видимость жизни каким-то объектам. Есть еще одно интересное понятие анимации из сферы развлечений. И наверняка все дети знают о том, что на разных праздниках, мероприятиях, детских лагерях можно поучаствовать в различных интересных мероприятиях и поиграть с какими-то персонажами мультфильмов, которые переодеваются в так называемые аниматоры. Это очень интересные такие игры и развлечения. И это тоже называется анимацией. Ну и если говорить о происхождении слова, то на самом деле оно происходит еще и от латыни. Латынь – это очень старый язык, которым пользовались в прошлом и позапрошлом веке, и все ученые должны были знать этот язык. Поэтому очень многие термины, которые мы будем рассматривать, в основном происходят от латыни. И из латыни это слово значит вдыхать, дуть, оживлять, одушевлять и даже воздух, душа или дуть, дышать. И мы, выполняя наше первое задание, одушевили, оживили кота спрайта. Может быть, кто-то оживил кого-то еще. Ну что ж, перейдем к практике и сделаем нашу анимацию еще более интересной. Перейдем к нашей анимации, вспомним только что изученное определение и поймем, что... Здесь мы допустили одну небольшую ошибку. Мы рассматривали определение и говорили, что анимация – это основа любой игры. Но для того, чтобы сделать игру, нам сначала необходимо придумать ее сценарий. Здесь мы сценарий не придумывали, и поэтому наша анимация слишком простая. Для того, чтобы анимация была более интересная, нам нужно немного подумать, пофантазировать, может быть, добавить каких-то еще персонажей и сделать так, чтобы было веселее и интереснее. Этим мы сейчас и займемся. Сейчас я покажу, как добавить еще персонажей и написать для них тоже скрипты, чтобы наша анимация стала интереснее. Для того, чтобы добавить нового персонажа, новый спрайт, нам необходимо нажать на кнопку «Выбрать спрайт из библиотеки». И из огромной библиотеки мы можем выбрать любой спрайт, который нам понравится. Он появляется на сцене, и ему мы тоже можем задавать скрипт. Например, давайте сделаем так, чтобы эта девочка танцевала. Мы используем уже известные нам блоки, когда щелкну по флажку «Всегда». И из группы «Внешность» давайте сделаем следующий костюм. Проверим, что у нас получилось. Вот примерно так. Правда, очень быстро скачет наша девочка, поэтому нам нужна еще одна команда «Ждать». Вот сейчас она уже делает это все медленнее, но тоже как-то странно, потому что здесь стоит число 1, а нам нужно поставить, например, не 1, а 0.3. Проверим. Вот сейчас она танцует вполне прилично. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а после этого ты выполнишь задание. А сейчас встань и потанцуй немного. Отлично размялись, правда? Ну а теперь выполни задание. Добавь в свою анимацию нового персонажа. Scratch это называется спрайтом из библиотеки Scratch. И напиши для него скрипт. И сделай таким образом свою анимацию еще интереснее. Желаю тебе самых-самых больших творческих успехов. Не бойся экспериментировать. Пробуй разные команды. Ищи разные спрайты. Делай все, что тебе интересно. И все получится. А в следующем уроке мы научимся писать сценарий анимации, придумаем его, рассмотрим пример, запишем. И потом по этому сценарию создадим анимацию. То есть будем делать уже все, как говорится, по науке. А сейчас, чтобы тебе было легче, я даю еще одну подсказку. Ты можешь остановить видео на этом последнем слайде и подсматривать, как написать скрипт для еще одного спрайта. Еще раз успехов. До встречи в следующих уроках.